Душа праведных в руке Божией И не коснется их мука Что это такое? Души праведных в руке Божьей Есть замечательное изображение, которое мы можем встретить на иконах страшного суда Где внизу изображается мир грешников, которые действительно будут преданы мучению вечному после своей временной жизни Когда люди думают, что вот где прожить надо жизнь в свое удовольствие, ни в чем себе не отказывать Жить на яркой стороне, брать от жизни все Но мы же понимаем, что все от жизни взять нельзя Один человек начал все брать от жизни, посадили в тюрьму Другой начал жить ни в чем себе не отказывать Заболел спидом А может быть надо было в чем-то себе отказать? Может быть вообще пришла пора выстроить нашу жизнь в рамках некоего всевышнего закона Который дан Богом для нашего с вами счастья Если человек будет нарушать законы природы Ну разве Бог в этом виноват? Что человек попробует испытать в силу земного притяжения на самом себе Спрыгнув, скажем, со второго этажа и попробовав Ну как? Разобьешься? Ну только Бог здесь при чем? Если человек опустит руку в кипяток Ну конечно обожжешься, тебе будет больно Ну при чем здесь Бог? Ты сам выбираешь меру и возможность своих поступков Вот точно так и в духовной жизни, дорогие братья и сестры Мы иногда подвергаемся скорбям, печалям, унынию, а порой и отчаянию Потому что сами нарушаем этот вселенский закон нравственной жизни Кто-то над этим даже смеется Оставим их в покое Сегодня это слово к тем, кто думает, как бы избавиться от скорбей И вот для этого сегодня мы поговорим об одной очень важной для каждого из нас Форме нашего жительства О правде, о честности О том, как человек, который, научившись жить по правде Божьей И среди людей будет уважаем, и почитаем, и любим Так и Богом будет почтен и благословлен Давайте об этом сегодня и поразмышляем 29 октября, 16 по старому стилю Это день, когда мы вспоминаем одного очень замечательного человека Плохо видящего, можно сказать, очень плохо видящего, пожилого Да и, наверное, многие пожилые люди уже скажут, что пора брать в руки очки Хотя еще 5-10 лет назад хорошо видели Те, кто сегодня видит хорошо, не смейтесь над теми, кто уже носит очки Все ваше еще впереди Поэтому вот этот человек, слеповатый, староватый, продолжал служить в одном Удивительном римском воинстве Понтийского Пилата, прокуратора Рима, который правил во времена земной жизни Иисуса Христа в Иерусалиме Какая же доля досталась этому слеповатому старику, продолжающему служить в римском императорском воинстве? Это тот самый воин Лонген, который, будучи язычником, но был свидетелем страшных событий распятия Господа нашего Иисуса Христа Предание говорит, именно он пробил копьем ребро Спасителю И из него изошла, как говорит Евангелие, кровь и вода Нужно сказать несколько слов о чудесах, которые произошли в момент распятия Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалиме И здесь нам с вами понадобится текст Святого Евангелия И Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли И, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святой град и явились многим Вы представляете, какие страшные события? Что такое завеса в храме разодралась надвое? От основной части иудейского храма, которая отделяла центральную часть от святая святых Была очень плотная завеса, которая в момент смерти на кресте Христа разодралась Раньше и сейчас мы можем услышать выражение «разодрать на себе одежды» Это некий образ оскорбления И вот как бы сам иудейский ветхозаветный храм раздирает на себе одежду То есть отделяющую центральную часть от святая святых Показывает, что же вы, люди, наделали Что же вы, Бога-то своего, распяли И вот в это время затряслась земля Вы представляете, что такое землетрясение? Нам показывают по телевизору, мы ужасаемся последствиям, разрушениям, разваленным домам Перевернутым машинам, гаражам и высоткам Но мы, живущие, вот слава тебе, Господи, на нашей кубанской земле в России Редко переживаем эти страшные трясения земли Или толчки подземных пород, как их называют ученые Вот это совершилось в момент распятия Иисуса Христа Земля затряслась Больше того, вышли из гробов, то есть произошло воскрешение мертвых До прихода в мир Христа Спасителя Святые отцы, в частности, Филакт Болгарский говорит об этом Что воскрешение умерших в момент распятия Иисуса Христа Произошло в подтверждение внеземного свойства Происшедшего преступления Чтобы те, которые совершили его, убедились в том, что они сделали И вот в это время стоял у креста тот самый Лонгин Который пробивает копьем ребро Спасителя Но вот удивительное чудо Те свойства, истекшие из ребра Христа А это вода и кровь Он прикасается этим естеством Исшедшим из ребра Христа Спасителя Свои глаз И прозревает Он получает зрение Вот это уже мало кто может понять Ну, наверное, человек, который Сделал какую-то успешную операцию на глаза И вдруг прозревший старый воин Лонгин Очень уважаемый, кстати, в римском воинстве в Палестине Становится свидетелем удивительного чуда Что тот, который был распят на кресте Это не просто преступник Не человек, которого пригвоздили ко кресту Это Сын Божий И давайте об этом прочитаем в Евангелии Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса Видя землетрясение и все бывшее Устрашились весьма и говорили Воистину он был Сын Божий Это свидетельство очевидца Для нас, сомневающихся А кто же такой Иисус Христос? Он есть Сын Бога Живаго Он есть Тот, Который вначале был Сам И Сам становится плотью Об этом тоже нам говорит Священное Евангелие Вначале было Слово И Слово было у Бога И Слово было Бог И вот это Слово становится плотью То есть Сам Бог становится человеком Рождается от Пречистой Девы Марии Я хочу развеять сомнения всех тех, кто думает Что православные христиане верят в Бога Отца В Божью Матерь, как Его Жену И от них якобы рожденного Сына Иисуса Это глубочайшая ересь Никогда не верьте тем, кто так говорит Мы верим в рожденного от Пречистой Девы Марии Воплотившегося Сына Божия И же от Отца, рожденного прежде всех век Это удивительная тайна, к которой я посоветую обратиться К каждому заинтересовавшемуся Или подойти к местному священнику Открыть Евангелие Открыть Феофана Затворника У него есть замечательная книга Она так и называется Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться Но сегодня мы говорим немного о другом Мы говорим о честности Лонген был тем самым воином Который среди прочих стерег гроб запечатанный Куда было положено распятое тело Иисуса Христа Лонген был свидетелем воскресения Христова И когда воинов призвали к первосвященников Чтобы сказать, будто бы его украли ученики Но Лонген засвидетельствовал истину Он сказал правду, он воскрес И после этого Лонген был проповедником воскресения За эту правду За то, что он не подкупился на деньги Хотя ему давали большие деньги Скажи, что его украли ученики Ведь иудеи до сих пор верят, что Христос не воскрес А если Христос не воскрес, говорит апостол То тщетно и вера ваша Тщетно, то есть напрасно и проповедь наша Напрасно и наша с вами передача И ваше потраченное время У сегодняшнего телеэкрана Но Христос воскрес И мы не напрасно с вами свидетельствуем Всему миру вместе с Лонгеном Что он воистину победил смерть Это тот, который был распят сын Бога Живаго И снова придет судить живых и мертвых Его же царствие уже тогда не будет никогда И верующие в этого Бога имеют упование Имеют помощь свыше от самого победителя смерти Христа Вот это было проповедью Лонгена Вот это был образ его дальнейшей жизни Ну, конечно же, судьба его, в общем-то, понятна Для того мира, объявив его преступником Конечно, он не согласился засвидетельствовать О якобы похищенном теле Иисуса Был приговорен к смертной казни Его казнили, оттекли ему голову Голову его принесли к Пилату А потом и выбросили в отхожее место За стенами города Интересно еще одно предание Что женщина, которая обрела А об этом имела чудесное явление в сонном видении Она обрела главу святого воина Лонгена Проповедника воскресения Христова И как только обрела главу Сама получила прозрение от слепоты Лонгену молятся о даровании зрения Так что все, кто носит очки Молитесь святому Лонгену, чтобы он укрепил нас в возможности видеть Лонген, свидетель правды Как почтителен он в истории Как был неприятен, когда гнал и распинал Пробивал спасителю ребро И как милосердный Бог Простил даже своего распинателя Своего, можно сказать, убийцу И дал ему возможность прозреть Как важны нам с вами, дорогие братья и сестры Прозреть духовно Хватит уже смотреть на то, чем одурманивает наше с вами сознание У нас есть Бог, у нас есть вера православные Мы должны ходить каждое воскресенье в храмы Божии Мы должны исповедать свои грехи Мы должны читать Слово Бога, Евангелие По Нему стараться жить По Нему воспитывать своих детей Иначе мы окажемся на обочине истории Если этого не поймем очень скоро И поэтому мне хотелось бы в завершении Привести вам только несколько слов Из Священного Писания Книги Притч 11 главы Неверные весы – мерзость пред Господом Но правильный вес угоден ему И еще Правда непорочного уравнивает путь его И нечестивый падет от нечестия своего Правда прямодушных спасет их А беззаконники будут уловлены беззаконием своим Праведник спасется от беды А вместо него попадет в нее нечестивый Давайте же, дорогие братья и сестры Будем любить правду Правду Божию Правду в нашей жизни Ни один человек не хотел бы работать С человеком лживым С человеком предателем Изменником Мы даже приближаем к себе людей честных Добросовестных Верных Так вот так и Бог Он не хочет Чтобы Его окружали предатели Изменники, лицемеры И те, которые молились бы разным богам И забывали Господа своего Распятого на кресте И воскресшего ради нашего спасения Давайте же возлюбим нашего Господа И не будем молиться другим богам Будем помнить, что Он Потому и называется Спасителем Потому что пришел спасти каждого из нас Невзирая какой ты национальность Какого ты вероисповедания Если ты полюбишь Христа То Он благословит тебя И спасет Я хочу пожелать Чтобы каждый из нас Не только окружая себя честными людьми Желая общаться с людьми праведными Старался праведным быть и сам Помолимся Господу Чтобы Господь там, где нет правды Ее помог обрести Чтобы тем, кто начинает по правде жить Помог пройти этой дорогой Чтобы там, где эта правда есть Господь Сам Помог пройти вместе с ней до конца А претерпевший до конца спасется Так говорит наш Господь Иисус Христос Всего вам самого доброго И храни вас распятый Воскресший и паки грядущий Спаситель мира Господь наш Иисус Христос Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok